В Тверской области различными формами отдыха во время летних каникул планируется охватить более 100 тысяч детей и подростков. Особое внимание ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации, сиротам и оставшимся без попечения родителей. Подготовка к оздоровительной кампании началась заблаговременно. В бюджете на эти цели предусмотрено около 600 миллионов рублей. Делается все, чтобы летний отдых прошел с максимальной пользой. Самая главная задача всей нашей кампании – это здоровье и безопасность детей. Да, они должны, конечно, получить хорошую образовательную программу, им там должно быть интересно и так далее, и так далее. Но здоровье и безопасность на абсолютно первом месте. Приемы детей готовятся 22 загородных лагеря, а также единственная в Центральной России дошкольная дача отмечи. Улучшаются условия в оздоровительных учреждениях. Идет замена оборудования для пищеблоков и столовых, санузлов, душевых, медицинских кабинетов, приобретаются спортивные и игровые площадки, творческие мастерские, устанавливаются системы видеонаблюдения. Ведутся работы по капитальному ремонту лагерей. В этом году финансирование на эти цели увеличено на 40%. Мы второй год реализуем долгосрочную программу по развитию системы летнего отдыха. Принимаются меры получения условий в загородных оздоровительных лагерях. Например, в этом году на эти цели мы предусматривали 10 миллионов рублей. Они направлены на укрепление материально-технической базы в наше муниципальное и загородное оздоровительное лагеря. Наша задача – создать все условия, чтобы дети отдохнули комфортно. Правительством принято решение о возрождении и переводе на круглогодичный режим работы оздоровительно-образовательного лагеря «Бригантина». После реконструкции он сможет принять до 2500 человек за год. Все учреждения оснащены автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения. Завершается создание минерализованных полос по границам лагерей. Противоклещевая обработка проведена в половине учреждений. В остальных будет завершена на этой неделе. Идет работа по оборудованию пляжей в соответствии с требованиями ГИМС и Роспотребнадзора. В штат принимаются преподаватели по плаванию. Приоритетное внимание – организации полноценного питания детей, соблюдению требований безопасности к устройству, содержанию и организации режима работы лагерей. На сегодняшний день 94% всех планов заданий у нас в области выполнены. То есть работа идет в таком штатном режиме. Каких-то серьезных недостатков или провалов у нас нет. Все мероприятия финансируются, заключены необходимые договора. Я думаю, что заезд, который планируется с 1 по 10 июня, первая смена начинает работать, будет проведен своевременно. А дальше уже в процессе контроля за деятельностью этой игре мы будем проверять. Руководители всех лагерей получают санитарные и эпидемиологические заключения, в том числе в палаточных лагерях и многодневных походах. Более 80% персонала прошли аттестацию и медицинское освидетельствование. Для педагогов детских лагерей в областном институте усовершенствования учителей организованы специальные курсы.